городские сука выживальщики всем привет друзья мне как-то доводилось уже на своем канале записывать видео где-то там внизу далеко лет может быть 87 назад якобы так называемых городских выживальщиках кто они что я не думаю но и не раскрывал тему так широко как хотелось бы сегодня вы знаете в последнее время в рекомендациях youtube а мне стало очень часто попадать видео от так называемых городских выживальщиков что нужно иметь настоящему городскому выживальщику какой ствол нужно иметь городскому выживальщику какой нож нужно иметь и так далее до такой степени люди стали уже шизофрениками по этим городским выживанием что уже просто ну пришло время уже просто вот отреагировать на эту всю историю мы живем в двадцать сука первом веке 21 век век развития высоких технологий век развития человечества в том его понимании что блин о каких ночевках под мостом от каких умениях открыть банку без консервного ножа идет речь вообще я понять не могу где вы собрались двадцать первом веке выживать с собой таская в городе настоящий выживальщик городских джунглях должен иметь и блять штук 300 каких-то там предметов веревок огниво да зайди ты в любой магазин купи ты себе зажигалку какого хуя ты носишь с собой огниво да согласен у меня тоже есть огниво я его купил с точки зрения знаете некоторых таких приколов мы на охоте частенько либо там на сплавах когда идем там любим повыебываться у кого какой ствол там у кого какой охотничий нож и вот на этом вот всем вот вот на этой всей вот эти истории завязаны как бы такие знаете некие пунктики ну чисто повыеживаться друг перед другом там вот смотри на фиг мне твоя зажигалка я сейчас огнивом разожгу огонь это чисто в целях больше такого шоу но на самом деле вы вообще оказывались в лесу в минус 25 минус 30 когда руки вот так вот не можешь сжать и тебе нужно срочно разжечь огонь вы сталкивались с этими моментами когда вот ты сидишь огнивым или вот этой вот херней лучком вот этим вот да и палочкой вот это вот разводить огонь да вы сдохните там ребятки какие выживания о чем речь в любой магазин зайди сегодня есть и зажигалки и спички и газовые и и растопки специальные там типа этих роллов у меня всегда с собой в машине есть какие-то там элементарные моменты потому что бывает там позовут куда-то и ты приезжаешь и в лесу допустим куда-нибудь там на на пикник и кто-то там блять забыл бумагу растопку элементарно ну и ты там раз быстренько там что-то это самое либо самому где-то на охоте бывает так что вот на охоте по подстрелил того же фазана и нужно его тут же опалить газовой горелкой прошелся по нему и все ощипал газовой горелкой прошел но вот эти вот все моменты по поводу выживания под мостом ночевание в каких-то там развалинах вы где и вы где собрались развалины эти искать если и произойдет тот апокалипсис в котором мы все привыкли о которой мы все привыкли смотреть фильмы когда там чувак stalker идет найти и по зомби палит там то это ну чтобы такое случилось это что должно произойти 15 хиросим должно произойти 15 хиросим по планете чтобы человечество настолько вот оказалось в такой опасности да когда нужно действительно глоб глобальные какие-то там глобальные какие-то моменты и где вы собрались идти по городу с мелкашкой вот скажите мне или с этим тесаком которые вы показываете что им нужно и значит покопать и порезать и порубить и попилить а по поводу того какие нужно иметь в городе предметы безопасности да я вам на пальцах это расскажу это любой человек просто любой человек маломальски должен иметь у себя в кармане чтобы выжить в городе выжить в каком понимании с объясню какое у меня понимание вообще определение выживальщик выживальщик когда действительно выживая вон в украине люди выживают там выживают в подвалах сидят для не могут ничего пожрать блять найти потому что придет пиздец а в городе где идет нормальный обычный размеренный ритм жизни все что вам необходимо чтобы ну долбоебы конечно же долбоебы есть и на улицу выходить небезопасно бывает вечером и все что тебе нужно иметь это обыкновенные элементарные доступные вещи это баллончик вот я взял себе и жене мы таскаем в пара в карманах шпада допустим он и перцовый и в то же время там есть специальный ингредиент типа там какого-то газа который усиляет действие перца воздействуя его острому более острому влиянию плюс можно иметь элементарный ствол который продается без лицензии это с патронами тк-10 вот такой вот пистолет который естественно стреляет как настоящий только нету именно что вот воздействие пулевого до выстрела то есть выстрел происходит вы путем возгорания капсуля и пороха но именно как такового пороха этого и достаточно чтобы повесить навести этот шум чувак обострелся просто либо привлечете внимание людей либо полиции и так далее ну и естественно я ношу с собой всегда травматический пистолет который позволяет если уж с перцовым баллоном это такая тема да не каждый не на каждого может это произвести какое-то впечатление даже если ты на него брызнул а он какой перекрытый ну не часто но такие случаи бывают когда действительно действие газового баллона не оказывает настолько именно результата которого ты ожидаешь чтобы тебе спастись то в принципе при уже таком как говорится знаешь уже когда на рожу он полез чувак взял прострелил ему колено да ну я образно говорю вот в голову стрелять мы все знаем нельзя да и так далее а прострелил ему колено нахер и все и пусть он ползет ну вот все что необходимо вот все что необходимо чтобы это все это все на законных смотрите основаниях на это лицензия не нужна на это лицензия не нужно это имеется при наличии ношения и хранения оружия огнестрельного лицензии все все никаких вот этих тесаков там каких-то там пушек да единственный момент конечно бывает всякая вот меня один раз на дороге в комсомольск остановил мерседес мы ехали с ребятами благо что ребята были такие все спортивные я в одном из роликов это уже историю рассказывал какие-то цыгане или из азербайджанцы не знаю кто притворились типа они потерялись там туда-сюда и не могут найти да хотя там дорога на комсомольск хабаровск она одна там дорог нет других но они вот сказали что у них закончились деньги и на английском они говорили типа закончились деньги хотя говорят что они из германии какие-то цыганская азербайджанская внешность из германии говорящий на английском языке меня это вообще очень сильно конечно улыбнуло но тем не менее я почувствовал что тут что-то не то они нам предлагали какую-то там дешевую бижутерию чтобы мы у них ее купили потому что у них закончились деньги ну или или потеряли деньги что такое короче было с этим связано и естественно для этого у меня с собой есть 12 калибр когда я еду куда-то далеко плюс ну где-то если можно быть по дороге действительно какая-нибудь подвернется охота или какой-нибудь трофей либо вообще то есть я вожу с собой еще плюс 12 калибр это чисто в дороге когда пистолета может оказаться мало вот ружье наводит больше в больший страх ввергает оппонента чем пистолет при всех любых прочих там ружье стреляет дальше мощность больше и выглядит она устрашающе вот все что вам необходимо для того чтобы а кто такой выживальщик в моем понимании ребятки до выживальщик это тот кто закинь его в любую местности и он с элементарным небольшим набором определенных там буквально нож зажигалка там я не знаю элементарно какие-то там эти он построить землянку укроется от холода и дождя разведет огонь найдет воду найдет пропитание вот это в моем понимании истинный выживальщик который просто знает определенной тонкости как выжить в экстремальных условиях какие экстремальные условия в городе вас могут поджидать экстремальные именно до чтобы выходили там под мостами ночевали до элементарно просто ты что без денег что ляко если тебя хватило там на всякие ножи пистолета и так далее ружья я по-любому есть деньги течу хво не хватит денег хостел снять хостелы сегодня доступны там по 800 по 500 по 1000 рублей койко место есть там зашел переночевал какие проблемы денег нет иди поработай а уж настолько чтобы как ты говоришь выживальщик что в прямом смысле там апокалипсис я еще раз говорю то 15 хиросим должно произойти чтобы вот такая штука случилось что не магазинов ничего не продуктов нет и приходится действительно экстремально выживать но это другая история это другая совершенно история не блять сходят с ума и люди но это шизофрения какая-то что ли я не могу понять вот собственно все что я хотел сказать о выживании в городе все что вам надо это всего лишь повторюсь все что на законных основаниях можно приобрести в магазинах и не ебать мозги ни себе ни другим в интернете а то складывается впечатление что взрослые дядьки просто не наигрались в детстве войнушку накупили себе игрушек и бегают рассказывают как они могут выжить в городских джунглях кто что об этом думает расскажите пожалуйста в комментариях будет интересно посмотреть ну что прошлый ролик я тоже там помню в комментариях то дискуссии начались интересно что сегодня произойдет подписывайся пока пока